Седьмой Танхолл. Приятного просмотра. В КВшечке там было реально парочка интересных атак, но две атаки на две КВшечки в одном видеоролике это было бы все равно слишком мало. Поэтому что я буду сегодня делать, ребят, я просто поиграю в клане Мини Мистерс, поиграю в Глобали, поатакую драконами, да именно драконы у меня заварены, причем микс довольно-таки, ну как сказать, нестандартный для седьмого Танхола, потому что это 8 драконов, 8 шаров, по заклинаниям не 3 молнии, а 2 рейджа, 1 хилл, ну и в крепости клана, конечно же, шары. В распоряжении у нас есть также кинг 5 левела, давайте мы его сразу же, наверное, забустим, чтобы не ждать его после атаки, пока он исцелится. Ну и в общем и целом, нахожу годного противника в поиске, пытаемся его снести, поднимаем кубки, ну и собственно смотрим на эту тактику, никуда не переключаемся. Друзья, реально какая-то задница, вот такая вот, в поиске, потому что лига слишком низкая, и тут в поиске либо совсем слабые какие-то ТХ-6, это вообще отвратительно для драконов, потому что это слишком просто. Либо слабые семерки, тоже отвратительно для драконов, потому что слишком просто. Либо восьмерки на фарме, то есть восьмерки в золоте, в первом серебре, которые фармят заброшки. Ну и короче, ребят, я так искал, искал, хотел найти сильную семерку, фуловую, в результате забросил поиски, потому что это тупо нереально. Ну и решил я проатаковать в результате вот такую вот восьмерочку, тут есть тысяча дарка, так что в принципе, как фарм дарка, но и в принципе 25 кубков тут доступно, в принципе сойдет. Слишком много слов в принципе. Что по плану? По плану взять тут двушку, по возможности, конечно, вообще урвать трешку, но вряд ли получится. Что буду делать? Вначале надо бы зачистить круг, сделаю это с помощью, можно сказать, всего-то на всего одного дракона и, пожалуй, с помощью кинга. Запускаю дракона, запускаю кинга, жду зачистки круга и далее буду пропуливать в центр драконов на две пвошки. Под рейджом постараюсь быстренько-быстренько эти две пвошки вынести. Собственно, уже можно накидывать драконов. Многовато драконов я скинул, надо было пощадить немножко драга. Сзади запущу парочку шаров, чтобы вынести как раз-таки пвошки. Тут скину еще одного дракона, шаров из крепости клана и рейджик, собственно, на этих самых шаров, чтобы быстренько вынести третью пвошку. Далее что буду делать, буду хилить своих черных шаров, если они останутся конечно же живы, а они останутся живы, ну и буду стараться собственно набрать тут максимальное количество процентов Блин, вскрываются скелетики, скелетики появляются на восьмом танхоле как раз таки и они очень сильно мешают воздушным юнитам, надеюсь на то, что драконы скелетиков задавят Что имеем по атаке, в принципе все неплохо, здание деф выносится, бабки мутятся, ну и должен вам сказать ребят, да это же трешка, да это же трешка с восьмого танхола ребят, я понимаю что это не самый сильный восьмой танхол, но все таки это пожирнее чем семерочка Это гораздо пожирнее чем семерочка и получается взять с такой базы три звезды, причем достаточно легко, то есть смотрите на то какое количество драконов у нас выживает, в районе где-то шести штук еще есть Шары родные есть, шары есть, звучит странно конечно, из крепости клана, блин, клево, то есть я тут думал взять двушку, забрать дарк, в результате сделал все достаточно четко и взял трешку Хотя на самом деле думал, что допустил минимальную ошибку, когда не скинул шаров на чистильщик, то есть надо было придержать парочку шаров своих родных, чтобы запустить их на чистильщик, тогда было бы все вообще идеально и вообще все было бы по красоте Что ж ребят, вот такая вот первая прикольная атака у нас получилась, давайте дождемся пока достроится миксецкий, тот же самый и попробуем провести аналогичную атаку, но только уже на какую-нибудь другую базку Никуда не переключайтесь друзья Боже мой ребят, не могу пройти мимо, это фуловая семерка, реально фуловая семерка, очень жирная, очень сильная, причем потому что расстановочка реально классно построена против драконов, тут очень глубоко засунуты пвошки То есть сами посудите ребят, это седьмой танк холл, вы посмотрите на размеры этой базы, она просто огромная и мой микс тут подходит под эту расстановочку реально очень и очень фиговенько Но я постараюсь набить максимальное количество процентов и для того чтобы это сделать надо будет грамотно конечно же зачистить круг Давайте точно так же поступим, запустим кинга, запустим тут вот дракона где-то, возможно даже надо было бы запустить двух драконов Блин, реально расстановочка очень жесткая против данного микса, ну блин и на трешку я тут могу даже и не рассчитывать То есть я постараюсь конечно, но всякое может произойти Ждем зачистки круга, давайте потихонечку пропуливать драконов, выпулем практически всех, потому что реально слишком глубоко сидят пвошки и будет сложно до них достать Давайте первый рейдж на вход стелить, прожмем где-то там кинга, выпускаем шаров на пвошки в центре, именно шаров из нашей армии, не из крепости клана Так, ждем момента когда наши юниты зайдут в центр, вроде бы у них все и неплохо проходит, единственное что шары улетают немного не туда и драконы как-то не хотят мочить пвошки Но я надеюсь они одумаются и все будет хорошо Запускаю еще одного дракона с угла, запускаю шаров из крепости клана на оставшуюся пвошку, чтобы вынести как раз таки последнее здание дефа Которая ну реально очень жестко может помешать нашим шарам На шаров также отправляю хил, шары из крепости клана, они должны жить, потому что они реально очень жесткие и реально могут наделать делов на этой базе Блин, немножко криво скинул хил, потому что надо было еще цепануть драконов снизу и тогда было бы все вообще клево и вообще было бы все классно В результате у меня разделяются юниты, драконы летят в одну сторону, шары в другую В принципе не самый плохой конечно же исход, но лучше бы они летели вместе, потому что что-то я боюсь за драконов и что-то мне за них реально страшно Нет ребят, в результате реально получается все неплохо, то есть остается добиться вот навсего парочку зданий дефа Это башня луков, это башня визарда Пушечку можно даже не брать в расчет, потому что по воздушным юнитам она стрелять, как известно, не умеет Зря волновался друзья, потому что по большому счету задумка удалась Круг зачистил, драконы залетели в центр, немного не очень получилось с красными шарами, потому что не совсем на ПВОшке я их запустил Но как итог, все равно имеем вынесенные эти самые две ПВОшки У нас остается один дракон в качестве танка, запускаются шары из крепости клана Выносится последняя третья ПВОшка, ну и как вы видите, трешка оформляется достаточно просто Вот такая вот, ребята, атака, просто тонна ресурсов 583 тысячи седьмого танхола золота 540 к киселя, эликсира Розовые водички, как хотите так называйте Ну блин, такие ресурсы с седьмого танхола, ребят, я, конечно, не уверен на 100%, но мне кажется, я вижу такое впервые в своей жизни Ну, дарка совсем немного было, но все-таки наш микс по дарку вообще ничего не стоит, поэтому 800 дарка мы вроде как фарманули, 27 кубков Блин, ребят, ну реально конь-огонь По-моему, получилось достаточно достойно и реально достаточно-достаточно клево Что можно сказать по итогу Единственная сложность при атаке данным миксом Ладно, давайте, наверное, сначала начнем с отличий из преимуществ То есть, в чем микс вообще прикольнее, чем он классный То есть, все мы знаем стандартный микс для седьмого танхола Ну, возможно, не все, но многие 10 драконов, шары в крепости клана, 3 молнии То есть, все просто Дальнюю ПВОшку, самую неудобную, выносим с помощью молний Далее запускаем парочку драконов для зачистки 8 драконов запускаем, как правило, в центр За спины кидаем шаров черных Выносим оставшиеся 2 ПВОшки Пожинаем трешку Тут миксецкий немного другой Тут у нас немного эликсира сэкономлено на том, что 2 дракона заменены на 8 шаров И, так как я не очень люблю атаковать с молниями Но при этом очень сильно люблю атаковать с рейджами Я решил вооружиться чисто боевыми баночками То есть, я беру 2 рейджа с собой и 1 хил Для чего служит 1 рейдж? 1 рейдж служит как раз таки для того, чтобы Наша группа драконов вместе с родными красными шарами вынесла 2 ПВОшки То есть, в принципе, с этим они справляются практически всегда Потому что в миксе, где 10 драконов и 3 молнии 10 драконов и 5 шаров справляются с 2 ПВОшками Тут у нас есть преимущество в виде того, что мы скидываем баночку рейджа Наши шары просто получают вторую сверхспособность Второе дыхание у них открывается Конечно же, драконы становятся тоже в разы сильнее И под рейджом, в принципе, 2 ПВОшки Эти юниты вполне себе могут снести Далее, как правило, я выдерживаю Ну да, забыл сказать Как правило, я выдерживаю 1 дракона про запас Этого можно и не делать, кстати Потому что шары 7 левела Это реально мощные юниты, которые могут вполне себе Еще и втанчить какой-то урон Но все-таки я предпочитаю не рисковать Спустить сначала дракона Возможно, он разрядит какие-то красные бомбы Возможно, черную бомбу И далее уже скидывать шаров из крепости клана На оставшуюся ПВОшку Для этих самых шаров предназначен еще один рейдж Потому что благодаря этому рейджу они разносят просто, блин, ну, треть зданий дефа на базе Это реально так Ну а далее использую хил на группу юнитов Которая, как правило, собирается в центре То есть я запускаю хил на черных шаров По возможности закидываю также этот хил на драконов Ну и в результате получается сочно В результате получается клево Можно делать вообще по-другому Можно просто в линейку запускать 8 драконов Далее закидывать за спины 8 шаров Туда же закидывать шаров из крепости клана Два рейджа на вход На центр хил И тоже будет получаться достаточно сочно Достаточно интересно В общем и целом вот такой вот миксецкий Самая большая сложность это в том, что нужны шары в крепости клана То есть сам по себе знаю, что далеко не каждый клан может закинуть Такого даже элементарного юнита в крепости клана, как шаров А шары нужны, ну, реально 6-го либо 7-го левела Потому что на 6-м левеле при переходе с 5-го на 6-й Они получают реально очень серьезный буст по хп, по урону Ну и пятые шары и шестые шары Но это реально два совершенно разных юнита Ладно, ребят, что-то заболтался Во всяком случае, спасибо вам за просмотр Надеюсь, вам видеоролик понравился Во всяком случае, с вами был Жираф Мне остается пожелать вам только удачи, хорошего настроения Берите микс на вооружение Никогда не болейте По-моему, я это уже говорил Ладно, во всяком случае, реально здоровье это главное А мы с вами, ребят, увидимся уже в следующем видеоролике Либо услышимся на следующей прямой трансляции Спасибо за просмотр, бро И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok